Шамшир Сабля родилась у нас в Азии, и этому есть много свидетельств. Именно к этому времени, от Средневековья до 15-го столетия, знаменитая персидская сабля Шамшир, я покажу ее прототип, гремела на весь мир. Ее оружие и веды всего мира считают одной из самых рациональных рубящих оружий. Почему, к сожалению, ну понятно, что старенькая Средневековая сабля, здесь не хватает сантиметров 30-35, вот именно в этом месте начинается резкий изгиб, она тут же приходит в Восточную Европу, Шамшир, понятно же, что это Польша, Венгрия, а уже из Восточной Европы приходит эта сабля и получает большое развитие в Западной Европе. Мало кто об этом знает, для чего вот это на крестовине выступ. Это перехват, встречные сабли я покажу. Тогда идет сражение, очень большую роль играет умение фехтовать, не просто рубить, выбрать удачный момент, выбить из рук противника саблю, это делается вот таким образом, и вот моя сабля, вот. И в это время я могу резко повернуть руку, но понятно, что идет сражение, и моя задача более сильного противника, выбить саблю из рук более слабого противника, для этого мне помогает вот эта вот часть, кстати, это имеется с двух сторон. Более того, это еще защищает мои пальцы от первого баня, то есть крестовина, вот видите, удар наносится сюда, мои руки защищены. Есть такое поверье, часто спрашивают, а можно ли дарить оружие вообще, что связано с оружием у нас в Казахстане. Дарить оружие – это старинная традиция, именно казахская. Почему? У нас не было наградной системы. Наградную систему, то есть ордена и медали, были введены турками Турции во второй половине XIX века. А у нас на Востоке высшей наградой признания доблести, чести Батыры, конечно, считалась сабля. И вот есть такой примечательный обычай. Понятно, что Батыры в Казахстане – это титул не просто родовой, его присваивают за военные заслуги, за то, что на самом деле проявил себя на поле битвы. И вот, например, если Батыр приходил, знатный Батыр мог забыть, приходил без сабли на поясе, на военный крултай, то есть съезд военный, собрание военное, то более молодые военачальники, они могли не вставать и не приветствовать его. То есть Батыр без сабли уже не воспринимался как Батыр. То есть ношение оружия было непременным атрибутом военного сословия. Говоря о саблях, было бы преступлением забывать о европейском оружии, поскольку Старый Свет славился не только роскошными образцами клинков, но и особым трепетным отношением к самому оружию, ставшим частью культуры. Надо сказать, что лучшими оружейными центрами, это, конечно, был немецкий Золинген, город, а позже уже местечко, земля, как немцы называют по нашему область. В Золингене родились сотни частных оружейных мануфактур, на нашем языке фабрик. Это, конечно, Толедо в Испании, Милан в Италии. Передо мной заводское изделие. Роскошный клинок, но я еще раз говорю, ничем не отличается от восточного. То есть, рукоять уже получает не просто крестовину, а она получает дужку, которая переходит к изголовью, то есть для защиты рук. Здесь имеется клеймо этой оружейной фирмы. Вообще, европейское оружие, чем отличается от восточного? Восточное оружие или от того, что мастера были скромны, или от того, что производство их было ограничено. На европейском фабричном оружии всегда имеется клеймо. Имя владельца. Клеймо завода-изготовителя. Вот эта красивая сабля. Нужные в Европе сразу стали изготавливать из стали. То есть, две полосы стали соединились. Вот перед нами металлические ножны. Очень красивая, чешная сабля. Я уже сказал, что сабли подвешиваются вот... Кольца находятся в изогнутой стороне. То есть, изнутри подвешиваются вот так вот к кольцу. Вот. Это в боевом положении. А в строевом положении, вот видите, вот небольшой прорезь. Сюда также надевается ремешок. И сабля висит вдоль ног. В строевом положении. В боевом она должна висеть на кольце. Это польская карабелла. Роскошная сабля. Просто роскошная. Она имеет небольшой вес. И хочу сразу сказать. Отличие сабли от шашки. Еще и в том, не только ножными и пасовыми кольцами. А то, что обух у сабли очень тонкий. Сабля имеет долы, в отличие от шашки. Иногда много дол я покажу. Сабля носится на поясном ремне. Так как это легкое оружие. Что касается шашки. Шашка тяжелое оружие. Обух может быть в два раза шире, чем у сабли. И шашки, если вы видели, смотрите фильмы Гражданской войны. Шашки носятся на портупейном ремне. Так как тяжелое оружие. И шашки носятся вот так. Лезвием вверх. Сабля носится лезвием вниз. Россия всегда старалась перенимать только самое лучшее. В том, что касается вооружения, равнение было в первую очередь на Европу. В лучших образцах златоустовских мастеров очень часто проступают хорошо знакомые черты клинков из Западной Европы. Эту саблю эпохи Павла I, вот мы видим роскошный вензель, двуглавый орел, видите. Но это уже из разряда парадных сабель. Понятно, что эта сабля принадлежала высокому офицерскому чину из окружения императора Павла I. Вот, пожалуйста, вензель ставится только в том случае, неважно, Николай II, Павел I или Александр III. Вензель ставится только в том случае, если данная сабля принадлежала высокому офицерскому чину. Такие сабли вручались лично царями, императорами, шахтами. Это красивая рукоять, вот обтянутая, видите, деревянная часть, обтянута змеяной кожей, витой проволокой, если это украшено. Роскошная сабля. Вот, пожалуйста, смотрим клинок. Здесь, кстати, ножны не металлические, дерево, обтянута кожей, декорировано. Прибор ножен очень красивый, роскошный орнамент из латуни. Здесь, ну и, как я уже сказал, пожалуйста, для ношения кольцо, то есть лезвием вниз, и выступ для ношения вдоль ноги, то есть не строевое и боевое ношение этой сабли. Вот, пожалуйста, клинок. Он ничем не отличается от того клинка прусской сабли. Сейчас многие у нас в Казахстане коллекционируют оружие, и я абсолютно уверен, что практически у каждого второго, конечно, в коллекции есть 2-3 левых клинка. Почему? Очень много на казахстанском рынке, к сожалению, левого оружия забрасывает ее к нам Китай, Турции. Чем оно отличается, левое оружие? Его легко разгадать профессионалу. То есть там такие же будут красивые ножны, используем такая же бронза. Но когда вы возьмете это левое оружие, просто возьмите и не бойтесь, при том человеке, который вам предлагает это вот так вот согнуть. Не настоящее, то есть мы его назовем левое поддельное оружие, не вернется в такое положение. То есть здесь высочайшие качества стали, о которых я говорил. Золинген. 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 Золинген.